В столице проходит суд по делу Людмилы Грачевой, которая предлагала за 100 миллионов тенге смягчить приговор Куандыку Бешимбаеву. Ее обвиняют в присвоении этой суммы. Сегодня обвиняемая выступила с последним словом. В зале суда находится моя коллега Гульнара Ерманова, которая готова рассказать подробности сегодняшнего заседания. Гульнара, приветствую вам слово. Добрый день, Ботогос. Буквально только что судья удалился в освещательную комнату и сообщил, что приговор озвучат уже через час, то есть в 17.00. Я напомню, что Антикор начал расследование по этому делу еще полгода назад по заявлению матери Куандыка Бешимбаева. В СИЗО Людмиле Грачевой инкриминируют две статьи. Это мошенничество в особо крупном размере и дача взятки с применением подстрекательства. Ранее прокурор запросил для нее 11 лет лишения свободы. На прошлом заседании завершились премия сторон. Сегодня посудимая выступила с последним словом, в котором заявила, что не согласна с квалификацией инкриминируемых ей статей. Кроме того, она считает, что ее вина не доказана. Также Бешимбаева сообщила, что... Ой, также, прошу прощения, Людмила Грачева считает, что Бешимбаева должна находиться также на скамье подсудимых. Кроме того, она вновь заявила о том, что вся эта история была задумана для того, чтобы восстановить справедливость, якобы наказать Бешимбаева за ДТП, которое он якобы совершил еще в 1995 году. Бешимбаев утверждает, что Бешимбаев в один из дней сбил ребенка, находясь за рулем авто, но ему удалось избежать наказания, а вместо него якобы вину на себя взял однокурсник подсудимый. Ну, отмечу, что судья запретила снимать Людмилу Грачеву, а также ее адвоката. Ну, мы все в ожидании приговора. Вот так вот вам слово. Спасибо большое, Гульнара. Тогда в следующем выпуске ждем от вас еще новостей. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Гульнара Ерманова.